6 тысяч квадратных метров. Пока это только голые стены, но уже через считанные дни все это оживет. Сцены баталий, история императорской фамилии, ключевые вехи в жизни страны. В буквальном смысле пройти через это все совсем скоро смогут гости исторического парка «Россия. Моя история». В данный момент мы находимся в зале, посвященном событиям и эпохе Ивана III, Василия III, Ивана Глинская, то есть водителям Ивана Грозного. Здесь же на вот этих элементах архитектурно-экспрессированное изображение. В данный момент наши специалисты настраивают профессиональное оборудование. История страны от древних времен и до наших дней. Рассказывать ее будут на современном мультимедийном языке. Два выставочных зала, один из которых посвящен династии Рюриковичей и Дому Романовых, второй – великим потрясением и современности. Проект «Россия. Моя история» зародился в столице и теперь эстафету принимают регионы. 400 цифровых носителей, тысячи портретов, сюжетов, цитат. Колоссальный труд историков, художников, дизайнеров, специалистов по компьютерным технологиям вскоре увидят и самарцы. Это архивы, в которых, соответственно, работали наши историки. Это те же самые образцы славянской письменности, которые были добыты. Наша история, она живая, она подвижная. Нашу историю можно потрогать, потому что есть экспонаты, которые открываются посредством нажатия ладошкой. Ладошкой какого-то элемента отдельного. В Самарском историческом парке планируют установить купол диаметром 10 метров. Фильмы на него будут транслировать 17 проекторов. Сенсорные столы, планшеты, стенды, коллажи. Чтобы интерактивное пространство ожило, достаточно прикосновения. Проект, уверены организаторы, станет современной образовательной площадкой. Здесь можно будет проводить уроки для школьников и студентов. Также для всех желающих сюда планируют водить экскурсии. А тем, кто предпочитает путешествовать по эпохам в одиночестве, предложат аудиогид. Познакомиться поближе можно будет и с историей Самарского края. В летопись будут вплетены важнейшие события и ключевые фигуры прошлых лет. Ну, конечно, сюда обязательно войдут такие наши известные, скажем, личности, как святитель Алексей, наши губернаторы, время, когда наша Самара была запасной столицей, ну и многие другие, которые являются значимыми для наших жителей событиями. Взгляд на нашу историю, на наше прошлое, который так необходим нам для того, чтобы нам уверенно двигаться вперед. В этом году исторический парк появится в 17 регионах страны. Выставка уже встречает посетителей в Якутске, Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде. В Самаре открытие запланировано на 7 ноября. Для студентов и школьников посещение исторического парка будет бесплатным. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Алина Чемерис, Константин Головин, События.